Традиционное место встречи – дворец искусств. В холле свои бренды презентовали городские предприятия. Свежая выпечка, натуральные колбасные изделия и ароматные десерты – качественный вкус бобруйской продукции – знают не только в каждом уголке с синёкой, но и за рубежом. Наше предприятие развивается, предлагает интересную продукцию. Это будет способствовать не только повышению налогового поступления в казну, но это прежде всего будет украшать жизнь граждан. Поэтому я поздравляю Бобруйск и с этим праздником, с хорошими итогами, ну и вообще с тем, что это самый хороший город. Потенциал продемонстрировали и дети. Почётным гостям показали свои разработки в 3D-моделировании, робототехнике и программировании, представили проекты различных тематик. Глядя на таких амбициозных юных бобруйчан, можно быть уверенным – будущее города в надёжных руках. Мы достигли больших высот, заняли первые места в республиканских, международных конкурсах. Одно из самых главных достижений – это выход в финал конкурса «100 идей для Беларуси», где наш учащийся и педагог дополнительного образования представят свой новый проект. Торжественный момент. В зале Дворца искусств руководство предприятий и организаций администрация города и области. К событию всегда подходят ответственно и грандиозно. Фееричный концерт пронзил душу каждого. Директора предприятия исполнили песню «Я люблю тебя жизнь», а номер, посвященный 80-летию освобождения Беларуси, все смотрели стоя. На главной сцене города проанализировали проделанную работу в экономике, строительстве, торговле, медицине, образовании, спорте и культуре. В лидерах «Красный пищевик», «Регион», «Продукт», «Автобусный парк» номер 2, «Промторг», «Отель турист», «Шестая поликлиника», «БЦБ», «Детская школа искусств» номер 2 имени Оловникова, «Краеведческий музей», «Дворец искусств», «Гимназия номер 3» имени митрополита Филарета Вахромеева и не только. Каждый своими результатами доказал – Бобруйск – это всегда качество. Предприятие отработало эффективно. Основные целевые ориентиры были достигнуты. На 2024 год планы также увеличивать эффективность. У нас запланирована реализация инвестиционных проектов. В 2023 год предприятие отработало очень успешно. Из 10 доведенных показателей 9 выполнено. У людей повысилась зарплата на 17%. Увеличился товарооборот. Рентабельность составила 17,6%. Все, что заложено в бизнес-плане, было выполнено. Добросовестно выполняла свою работу и продолжаю это делать. Работать, приносить пользу людям. Мои ученики трижды становились победителями международных олимпиад. У нас реализуется в гимназии профильное обучение, с чем мы успешно, я считаю, справляемся. В 2023 в городе проделана колоссальная работа. Открыто движение по новому Титовскому мосту. Произведён демонтаж старого путепровода. Обновлено свыше 300 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Уложено более 30 тысяч квадратов тротуарной плитки. Созданы дополнительные велодорожки. По инициативе депутатов появились 10 современных спортивных и игровых площадок. На Наумово открыт участок дороги. На Красноармейской, 14 распахнулись двери дома семейного типа. В микрорайоне «Молодёжный» запустили продлённую троллейбусную линию. Здесь же открыт памятный знак и улица Народного единства. 2023 – это и год начало возведения долгожданного детского сада в микрорайоне Киселевичи. Нет сомнений в том, что бобручане действительно любят свой город, приумножают его славу. А для этого у нас есть всё. Трудовые ресурсы, поддержка депутатского корпуса, финансирование. Результаты прошедшего 2023 года показывают, что большинство бобруйских предприятий приняли необходимые меры, и это позволило обеспечить стабильную работу реального сектора города. С опережением по многим направлениям среднеобластных параметров. Промышленные предприятия сделали ставку на инновационную продукцию и импортозамещение и не прогадали. Компании активно работали над расширением зарубежных рынков сбыта. В Россию бобруйск экспортировал 83% продукции. Увеличились объёмы поставок в Казахстан, Азербайджан, Узбекистан. Продуктивно развивалось и сотрудничество с КНР. В Поднебесную экспорт вырос в 12 раз. Прогресс и во взаимодействии со странами Африки. Качество нашей продукции оценили в 50 государствах. «Красный пищевик» в первую очередь гордится своими традициями, своими продуктами и своим коллективом. Это самое ценное, что у нас есть. Планы тоже грандиозные, амбициозные. Сохранить темпы, сохранить коллектив, ну и приумножить достижения. Конечно же мы можем порадовать и новинками наших покупателей. Это как кондитерские, так и хлебобулочные изделия. Значит, в булочной кондитерской компании «Адамачай» это всегда вкусно, это всегда полезно, а значит качественно. 23-й год для бобруйского мясокомбината был очень продуктивным. Экспорт увеличили почти на 30%. У нас выросла заработная плата. Наш коллектив отлично сработал в 2023 году. Я очень благодарна ему и этот праздник сегодня в том числе и для них. Приумножить лучшее 2024 год качество – прекрасный стимул не останавливаться на достигнутом, потрудиться больше, чем вчера. Зная, что живём за надёжной спиной тех, кто преданно служит Родине, сделать мы можем ещё больше. Ведь нет сильнее стимула к развитию, чем уверенность в завтрашнем дне. Но как страна будет развиваться дальше, граждане решат уже 25 февраля. Судьба синёкой в руках избирателей. За последние годы белорусы, как никто другой, своили важную истину. Сделать жизнь лучше можем только мы сами.